Всем добрый день, меня зовут Владимир Хлотников, я представитель российского социалистического движения. Здесь в социальном пространстве стены проходит выставка художника Северна Кулова, посвященная 150-й годочек выхода книги Карла Маркса «Капитал». И сегодня я бы хотел поговорить с вами об одном из основополагающих понятий марксистской политической экономии и основополагающих вещей человеческой мысли вообще. Это понятие стоимости. Или, как чаще всего это понятие интерпретируется в марксистском изводе, это трудовая теория стоимости. Трудовая теория стоимости – это и дробь всей марксистской мысли, и это основополагающий момент всего текста, который Маркс назвал «Капитал». Очень часто думают, что марксизм – это классовая борьба, или марксизм – это социология столкновения классов, которая излагается в манифесте коммунистической партии. На самом деле, в манифесте коммунистической партии – это очень дробый набросок, написанный молодым Марксом и Энгельсом в качестве сугубо политического, прагматического текста, а фундамент марксистской социологии, марксистской политической экономии, как она сложилась, это именно трудовая теория стоимости. Что такое трудовая теория стоимости? Что такое стоимость вообще? Стоимость, или каким образом называли английские экономисты это понятие, они обозначали его словом «вэллу», в немецком это, соответственно, «дивэрте». Наверное, стоимость – это не совсем адекватное русское слово для передачи этого понятия. Некоторые переводчики трудов Маркса приводили, собственно, это слово как ценность, но, тем не менее, сейчас закрепилась русскоязычная традиция выражения стоимость, и, в общем-то, можно его придерживаться. Люди, начиная с античных времен, дискутировали о том, почему разные предметы по-разному выступают в товарных отношениях, то есть, почему одни вещи являются дорогими, а другие являются не такими дорогими, а третьи вещи вообще не стоят ничего. И, соответственно, еще в XIII веке Фома Аквинский в очень круглой форме сформулировал то, что можно назвать такой протоформой трудовой теории стоимости, то есть он сказал, что тот, кто больше работает, тот и создает более вещи, более церкви. Вот таким образом. После чего, собственно, экономическая наука пережила волну, в общем-то, очень напряженных дискуссий, и во время научного бума в Англии, собственно, была сформулирована трудовая теория стоимости. Была она сформулирована Адамом Смитом и Давидом Рикардо. Адам Смит впервые отделил потребительную стоимость от меновой стоимости. Значит, он обозначал это английскими словами value in use и value in exchange, то есть стоимость в использовании и стоимость в обмене. То есть он сказал, что предмет вообще выступает обмена, экономический объект выступает двояким образом. С одной стороны, его можно употреблять, а с другой стороны, его можно обменять на какой-то другой предмет. Вот это разные вещи. Собственно, от этой двойственности так называемой и исходит Маркс в своем труде капитал. Собственно, в капитале неоднократно Маркс говорит о том, что вообще цель классовой борьбы пролетариата и социалистической революции вообще можно обозначить выражением преодоления двойственности стоимости, то есть разделение на предмет потребления и на обменную стоимость, на объект обмена. Каким образом трудовая теория стоимости выступает у Маркса конкретно в первом доме капитала? Капитал устроен примерно так же, как и остальные фундаментальные труды европейских философов. Устроен он по образцу метафизики Аристотеля. То есть из базовых понятий в его иерархическом образе выводятся понятия первого, второго, третьего, четвертого и так далее порядка. Все взыждется на фундаментальном представлении о базовых вещах. И, соответственно, Маркс начинает с того, что говорит о необходимости введения вот этого представления отвойственности, отвойственности товарного тела. То есть, с одной стороны, предположим, слиток золота, и слитка золота можно сделать унитаз, а с другой стороны, слиток золота можно обменять, например, на самолет. То есть, это совершенно разные способы, которыми можно обращаться со слитком золота. И поразительным образом, ничего в самом по себе слитке золота, ничего нет такого, что говорило бы о его близости, например, к самолету. Только в отношениях людей проявляется вот эта близость, вот эта способность обменивать один объект на другой. Маркс говорит о том, что вся проблема или тайна стоимости заключалась именно в том, что люди приписывали самим вещам то, что находится в отношениях людей. Это явление Маркс назвал товарным фетишизмом. Я бы свел его, вы знаете, или даже не свел, а сказал, что оно относится к более сложному порядку. Это такое фундаментальное свойство человеческого восприятия, приписывать объектам то, что на самом деле содержится в социальных отношениях. И, соответственно, Маркс говорит, посмотрите, вот этот объем картошки можно обменять на этот объем холста. Что объединяет холст и картошку? На самом деле абсолютно ничего. Как потребительные тела, они не имеют между собой ничего общего. И если мы отвлечемся от их товарной ткани, от их товарной телесности, то мы увидим только количество труда, которое содержится в этих объектах. Это количество труда обменивается, количество вложенных усилий обменивается, а не сами по себе предметы, которые совершенно нейтральны. В этом смысле Маркс выступает как своего рода провозвестник антропологии XX века, провозвестник в том числе и психоанализа, когда он обращает внимание на то, что изнанкой человеческих отношений является не вечность предметов, а именно интеракции людей между собой. Действительно, люди на протяжении веков привыкли мыслить, что самим предметом что-то свойственно. И, в общем-то, как говорит Маркс, за спиной у объекта экономической деятельности совершается все самое важное. И оно все равно происходит между людьми. Собственно, дальше Маркс говорит о том, что да, но какой и какой именно объем труда необходим для формирования стоимости. Действительно, если мы возьмем этот конкретный мешок картошки, то он был выращен в определенных условиях, где-нибудь, я не знаю, в Астрахани, например, или в Ростовской области он вырос, там Долгорос, его там копали как-то, значит, прикладывали какие-то усилия, какие-то конкретные люди, там, я не знаю, Саша, Петя, Лена, кто-то еще. А другой мешок картошки вырос в совершенно других условиях, его выкопали совсем другие люди. Но при этом он стоит, может быть, он стоит на рынке одинаково. Почему же это происходит? И Маркс говорит о том, что именно среднее время, среднее общественно необходимое время конституирует вот эту величину стоимости, как он выражается. В общем-то, здесь Маркс, опять же, сближается с многими теоретиками нового времени, когда он говорит о вещах, на самом деле, практически, так сказать, неосезаемых. Как вы знаете, например, противники теории эволюции Дарвина, креационисты, очень часто обвиняют Дарвина в том, что теории эволюции невозможно подтвердить экспериментально. И действительно, мы можем найти окаменелые остатки животных, можем найти, предположим, следы древних растений, но мы никогда не можем в ходе экспериментов не сможем подтвердить то, что действительно, предположим, отрыб произошли земноводные. То есть нам для этого понадобятся сотни миллионов, десятки миллионов лет. И десятков миллионов лет у нас нет, и нет, собственно, земли, которая покрыта джунглями. И поэтому это совершенно недоказуемо. Мы можем только интеллектуально дедуцировать или приходить, основываясь на разных свидетельствах к идее того, что действительно развитие имело место. То же самое и с величиной стоимости. Величину стоимости невозможно пощупать, ее невозможно понюхать, как-то вечно ощутить. Величину стоимости мы можем только дедуцировать. Мы можем прийти к заключению о том, что, например, для производства килограмма картошки требуется гораздо меньше среднего общественно необходимого труда, чем для производства килограмма золота. Для того, чтобы произвести килограмм золота, нужно прикладывать гораздо больше усилий при данных общественных условиях. Что значит данные общественные условия? Если мы имеем дело урбанистическое общество начала 20 века, то условия одни. Нам нужно прикладывать очень-очень много усилий для того, чтобы вырастить картошку. Если у нас есть, если мы имеем, предположим, первую половину 21 века, всякие штуки вроде гидропоники, всевозможное оборудование, которое помогает нам ускорить агропромышленные процессы, естественно, делает эти усилия более скромными. И таким образом изменяется величина стоимости данного товарного тела. Собственно, за это Маркс был неоднократно критикуем. В конце 19 века огромную популярность получил позитивизм во всех абсолютно отраслях человеческого знания. И, собственно, для позитивистов то, что не подтверждено конкретными эмпирическими данными, то, что не подтверждено конкретными математическими выкладками, просто не существует в реальности. Маркс обращается к тому, что в общем и целом в среднем якобы существует. И причем использует при этом огромное количество гигелевской риторики, говорит о мистической душе товара и так далее, и так далее. Собственно, его текст пересыпан шутками и даже цитатами из Библии, которые непонятно то ли в георническом ключе вообще употребляются, то ли в каком. Ну, собственно, Маркс есть Маркс. Вогу текст Маркса очень-очень литературацентричен. И на это, конечно, неоднократно обращали внимание его противники. Основные, конечно, противники марксизма это австрийская экономическая школа, которая выдвинула альтернативную теорию предельной полезности, говоря о том, что на самом деле цена формируется из того, каким образом субъект оценивает ценность этого товара для себя. То есть, если бы люди не оценивали ценность золота выше, чем ценность картошки, то, по большому счету, золото могло быть дешевле картошки. Ну, уж так сложилось, исходя из многих факторов, что золото все-таки дороже картошки. А ведь могло быть и наоборот. И действительно, смотрите, говорят австрийские экономисты, например, в обществе латиноамериканских индейцев золота не стоило ничего. Но на это марксисты, конечно, неоднократно возражали, что для формирования конкретной цены, которая, по мнению Маркса, отличается от стоимости и формируется при участии большого количества факторов, действительно задействуется такая историческая конкретика. и если латиноамериканские индейцы вообще не использовали золото, то это совершенно не говорит о том, что им его было легче добывать. И, соответственно, у них были какие-то другие предметы. Кстати, очень интересно, что первый дом капитала в разделе, который посвящен деньгам, содержит такой фундаментальный момент для марксистского мышления, который я бы назвал самосомнением или самокритикой, или признанием своей гипотетической неправоты. Вот это очень важно, потому что, например, Гарл Коппер обвиняет марксизм и марксистов в том, что они или мы объясняем все, навязываем всему некий универсальный миф, и если человек этот универсальный миф не разделяет, то он является классовым врагом, предателем и так далее. На самом деле Маркс пишет о том, что он не может объяснить, он тратит достаточно большое количество текстов о том, чтобы, так сказать, выразить свое недоумение по поводу того, что именно золото стало абсолютным эквивалентом всех форм стоимости. То есть, пишет Маркс, совершенно не очевидно, что именно золото должно было стать эквивалентом форм стоимости, потому что это могло быть все, что угодно, пожалуйста, в качестве денег использовались домашние животные, веревочки, камушки, ракушки и даже люди. И таким образом мы можем видеть, что действительно Маркс указывает на, так сказать, диалектику абстрактного и конкретного. То есть, по сути, он не отходит далеко от гегелевского мышления. Соответственно, Маркс говорит о том, что абсолютно все предметы, которые выступают в качестве меновой стоимости, а не все объекты мира выступают в качестве меновой стоимости, в качестве меновой стоимости выступает то, что требует усилий для производства этого объекта или этой услуги. То есть, например, воздух в нашем обществе не является меновой стоимостью. Воздух пока, слава богу, ничего не стоит, он не продается. Поэтому мы не можем оценить воздух на рынке. То есть, мы не можем прийти и начать торговать воздухом, вступить в какие-то отношения, конкуренции с другими производителями воздуха и как-то его адекватно оценивать или неадекватно. То есть, сейчас мы не можем вопрозить ситуацию, когда, например, нам бы сказали, нет, вы слишком дорого воздух продаете, вот вы по 100 рублей продаете, литр, а надо продавать по 94. То есть, такой ситуации к счастью пока что нет, потому что воздух вокруг нас находится в изобилии и мы можем свободно дышать. А, о золоте того же самого сказать нельзя или того же самого нельзя сказать о, предположим, картошке или бытовой технике или одежде. Это довольно-таки ограниченные ресурсы, которые являются меновой стоимостью, потому что люди, опять же, сами люди конституируют эту меновую стоимость. И, соответственно, Маркс говорит о том, что стоимость создает общественно полезный труд. С этим выражением связано большое количество недопонимания, да, потому что, знаете, такое представление советского комсомольца о марксизме, да, вот, общественно полезный труд это какое-то общество существует в виде там партии, родной родины, значит, великого государства, какой-то доску родной страны, и вот это этическое такое квазирелигиозное понятие, да, вот с точки зрения этого общества должно быть что-то полезное. На самом деле, то общество, о котором ведет речь Маркс, это капиталистическое общество, да, и для него полезно то, что ведет к увеличению объема капитала, да, и общественно полезный труд в терминологии капитала это тот труд, который приносит прибыль. Вот, соответственно, содержание этого труда, как пишет Карл Маркс, составляет затраты нервного вещества и мускульных усилий, да, то есть, по сути, это любая операция, в результате которой появляется товар или услуга, которую можно продать. Это может быть все, что угодно. Вот этот фундаментальный момент в трудовой теории стоимости очень часто не понимают левую в кавычках догматики, когда говорят о том, что рабочим классом или производителями прибавочной стоимости является только люди ручного или физического труда, рабочие на заводе или там, предположим, брусчики в магазине, да, а менеджер по продажам или IT-специалист в офисе или, предположим, промоутер в гипермаркете пролетарием уже не является, потому что они руками ничего как бы нового не создают. на самом деле мы видим, что эти люди тратят свои мускульно-нервные, выражаясь языком Маркса, усилия, и в результате этого появляются вполне себе полезные товары и услуги, и причем сами капиталисты об этом прекрасно знают, и готовы инвестировать, вкладывать большие деньги в труд в этих людей, в общем-то, лучше всего в марксизме, наверное, разбираются капиталисты, да, только это совершенно стихийно, конечно, происходит. Нужно сказать, что производство прибавочной стоимости, то есть так называемая классовая эксплуатация является в теории марксизма-производной, в теории трудовой стоимости, то есть теория прибавочной стоимости, как и говорилось, полностью зависит от теории трудовой стоимости и без нее не имеет никакого смысла. И, так сказать, сама теория прибавочной стоимости вполне себе логично вытекает абсолютно однозначно из теории трудовой стоимости. Например, теория трудовой стоимости в исполнении Адама Смита, точнее, Давида Рикарда звучит как некая на начальных этапах становления человеческого общества были такие примитивные виды труда, например, рыбу ловили, лес валили, и таким образом формировалась цена леса, рыбы, картошки и так далее, в зависимости от количества затраченного труда. А уже на каких-то более сложных этапах развития общества, когда люди пишут книги, играют музыку, продают по телефону сайты или что-то еще, там уже другие механизмы работают. Вот Маркс показывает, что это фундаментальным образом не так. Собственно, интересно то, что последние события в мире, в частности, финансово-экономический кризис 2008 года и недавний бум криптовалют снова подняли трудовую теорию стоимость на авансцену вообще теоретической мысли. То есть, с одной стороны, кризис 2008 года показал, что экономика не может двигаться силой одного кредитования, не может двигаться с помощью денежно-валютных спекуляций и необходимо расширять реальное производство. То есть, это такой, так сказать, глобальный экономический консенсус, к которому пришли практически все экономические школы после 2008 года. Это то явление, о котором говорят российские чиновники, это то явление, о котором говорят чиновники американские. То есть, надо работать, надо расширять реальный сектор, чтобы экономика не была перераздута пустыми деньгами. С одной стороны, с другой стороны, возникло такое явление, как криптовалюта. Сейчас идут очень активные дискуссии относительно того, какова природа этого явления. Одна из версий, довольно-таки реалистичная, задействует, опять же, трудовую теорию стоимости. То есть, как вы знаете, криптовалюта производится на так называемых видеофермах, то есть, фактически, мощные компьютерные установки жгут большое количество электричества, то есть, производя, как бы, симулируя потребительную стоимость, которая потом уже с помощью механизмов онлайн валютных операций переводится в денежные единицы, которые, соответственно, могут быть обменены на другие денежные единицы. Что интересно, например, в Китае эти видеофермы уже в виде больших производств существуют, где работает наемный персонал вполне себе, то есть, ребята, которые несколько лет назад стали выращивать эти видеокарты у себя дома, они уже просто построили гигантские заводы, где, соответственно, этим занимаются наемные люди. Да, только они опять-таки производят как бы стоимость вообще, то есть, сменовую стоимость вообще, которая как бы никому не нужна и не привязана, она привязана к такому симулятивному товарному телу и, в принципе, никто не может использовать, его, да, но некая симуляция производства стоимости есть. Маркс, еще раз обращу ваше внимание, говорит об абстрактном труде, то есть, конечно, слово абстрактный привлекло к обвинению в темной гегелевской метафизике. Было всего, наверное, три действительно автора, которых бесконечно обвиняли и обвиняют в метафизических спекуляциях. Это Харб Маркс, Зигмунд Фрейд и Чарльз Дарвин. То есть, якобы все эти люди говорили о вещах, которые на практике, собственно, в эмпирической действительности никак не подтверждаются. Ну, собственно, в этих теориях мы возвращаемся к классической, такой, платоновской диаде умозрительного и конкретно чувственного, да, то есть, по большому счету, человечество совершило такой интеллектуальный круг, да, и опять возвращается к фундаментальным проблемам, с которых когда-то оно начинало свой путь развития, с которых начиналось становление разума. Ну, вот, все, спасибо. Александр? Да. А вопросы будут? Да, вопросы сейчас, ну, то есть, вопросы, дополнения и дискуссия. Выставайте нам на руку. Ну, кто пометрирует? Ладно. Нет, все равно выводим. Нет, полумчилая первая. А, потом ты, да. Да, кто меня? Вы не затронули агенте цены, но я все равно задам вопрос. Дело в том, что есть проблема такая, которую я для себя, по крайней мере, решить не могу. Это, ну, которые мои знакомые элекартирецы задают этот вопрос по поводу того, что есть такое понятие вакцины у Макса и когда, например, капиталист эксплуатирует рабочего, в тот момент, когда он что-то изобретает, он уменьшает стоимость товара и в то же время продает товар по цене, ну, выше, чем стоимость. и может оказаться, ну, мы не можем это как поверить, что капиталист, он берет всего лишь разницу между ценой и, ну, как бы, суммой цены и стоимости, но не эксплуатирует рабочего. как вы, как у Нарус как им это не агментар не понимаете. Это не стоимость изменилась в этот момент, как вам что-то придумали. Нет, стоимость осталась прежняя, а он уменьшил свою себестоимость, без изобретания. Вы говорите о том, что произошло усовершенствование технологий, и величина стоимости уменьшилась. Но откуда сразу появляется ситуация, в которой капиталист продает по цене ниже стоимость? То есть ему уже побыстрее согнуть товар. Сам момент эксплуатации, в какой момент он начинается, если разница между ценой, которую продает капиталист, и стоимость его, она может быть просто присвоена к капиталисту, а ему может кто-то не эксплуатировать рабочие? Нет, я понял. Соответственно, ценообразование – это купля-продажа. То есть я могу вам продать этот проектор, или книгу, или сумку, или ступа, как мы договоримся. Могу за 1000 долларов, могу за 5 рублей, можем еще как-нибудь. И это не отменяет то, что эти объекты обладают какой-то, у них есть какая-то величина стоимости определенная. То есть в них было вложено определенное количество среднего абстрактного труда. И, соответственно, но проблема в том, что долго этим заниматься нельзя. То есть можно, я не знаю, обмануть предположим человека во время деловой сделки. Можно, наоборот, дать себя обмануть или как-то еще, но все равно придется производить эти предметы, вкладывать в них определенное количество усилий. То есть стул все равно надо вырезать из деревяшки, все равно надо обстрогать, все равно надо покрыть лаком и так далее, и так далее. То есть по какой бы цене мы его не продали. И поэтому долго так жульничать нельзя. То есть можно пару раз использовать такой ход, но вообще-то бизнес на этом не построить. И, кстати, очень интересно, что постсоветская экономика, она же развивалась путем такого жульничества, когда крупные производства продавались гораздо сотни в тысячи раз ниже своей реальной стоимости. И это привело к чему, к чудовищной деиндустриализации и к экономическому упадку. Капитализм на Западе развивался другими путями. И во многом с этим связано сейчас такое бедственное состояние постсоветских экономик. Ответил, да? Тогда что, Ромон? Ну, если ты ответил... Да-да-да. Я, собственно, хотел либо не согласиться, либо обратиться, в зависимости от твоего ответа, за дальнейшими разъяснениями, потому что, мне кажется, все-таки криптовалюта, она никакого отношения к обсуждаемому предмету не имеет. Почему? Потому что, грубо говоря, вот то, что ты имел в виду, что вот эти вот электричество, стоимость карт, стоимость так далее, оно обеспечивает саму систему блокчейна. То есть, грубо говоря, криптовалюта, да, она не является золотом, да, то есть товаром, на который требуется производство. Она является именно что валютой. Мы же не объясняем, много говоря, вот стоимость денег, да, их именовую стоимость денег обычных, той краской, в которую страны печатают. Ну, это понятно, что это не так. Это обеспечено совершенно другими ресурсами. Соответственно, вот эта система блокчейна, она просто обслуживается вот этим всем остальным, ну, требующим для ее обеспечения. Электричеством, там, техническим, всем этим самым. А валюта, она миновую стоимость имеет, ну, в обход. Ну, давайте вылезем. Так, как сказать, та вещь, о которой ты говоришь, она тоже описана у нас в капитале, да, то есть он различает миновую стоимость денег и потребительную стоимость денег. То есть потребительная стоимость денег – это количество краски, бумаги, там, какие-то еще усилия, которые были вложены до производства, предположим, банкнот, да, или, там, предположим, медных денег или еще каких-то, да. А есть, соответственно, миновая стоимость денег, то есть то количество товаров и услуг, то есть то количество стоимости, которое можно обменять на вот эти деньги. То есть я просто не вижу здесь противоречия. Я не настаиваю на истинности, да, именно этой такой промарксистской, да, интерпретации феномена криптовалюты, да, но сейчас, по крайней мере, эта интерпретация обсуждается, да, потому что, собственно, речь-то не о том, как сказать, где хранятся эти деньги, да, то есть вот эти единицы, да, на что они обмениваются, да, а вообще, где и стоят, чем они, так сказать, как говорится, гарантированы, да, то есть какая за ними стоит вечная реальность, вот, собственно, Ну, я не думаю, что они гарантированы в стоимости электричества, которое ушло на их единицу. Окей. Ну, хорошо, давай другие вопросы, я вас под конец лучше мысли сформулировать, скажешь потом. Ага. Хотел уточнить по поводу дарвинизма, цели эволюции, мне кажется, что все-таки сравнение не очень корректное, потому что, во-первых, современная генетика, она во многом, ну, пока, если даже не доказывают, что там от рыб произошли какие-то присмыкающиеся, земноводные, но, по крайней мере, она показывает, что эволюция есть, и хотя бы, ну, то есть ближайших родственников, кто от кого произошел, то есть и какие виды имеют общих родственников, она тоже, ну, то есть это можно доказать с помощью современной генетики. И если говорить все-таки про, там, Средневековье, на эволюцию можно было наблюдать на породах домашних животных, там, когда какие-то мутанты-собаки там рождались, из них выводили новую породу собак каких-то, допустим, или коров, и так далее. То есть даже на примере того общества можно было эволюцию это проследить. Мне кажется, ну, некорректно сразу, ну, ставить в один ряд теорию стоимости, которая, ну, вот, ее очень сложно, ну, то есть сложно как-то наблюдать в материальном мире, а эволюция, как бы, она вполне себе наблюдаема и создаема? Да, это частый контраргумент на вот это соображение, и здесь сразу, опять-таки, вернемся к дефиниции понятий. То есть одно дело произвести эксперимент, да, и в ходе эксперимента повторить какое-то явление, а другое дело на основании каких-то вещей сделать выводы, да. То есть тот факт, что рождаются там существа с уростами и мутациями, не говорит о том, что, ну, то, что родилась там, не знаю, пятеногая собака, не говорит о том, что от собак, там, не знаю, могут произойти, предположим, дельфины, да. То есть еще не было, да, ни одного случая, чтобы собачка рождала дельфиненка, да. Тем не менее китовые произошли от псовых, да, как говорит нам теория, как говорит на эволюционной биологии, на основании тех же генетических данных, исследований эмбрионов, значит, исследований окаменелостей и так далее, и так далее. Но это только наше умозаключение. Для того, чтобы собачка родила дельфиненка, да, нужно, ну, 30 миллионов лет, да. То есть, не знаю, возможно, да, через 200 лет ситуация изменится и появятся какие-то суперприборы, на которых можно будет гнать эволюцию, да, но пока что этого не произошло. На бактерии. Что? На бактерии. Ну, бактерии есть бактерии, а дельфины есть дельфины. Опять же, когда в начале 20 века появилась теория Парина, теория про возникновение жизни на земле, советские ученые, кстати, буквально в революционной России разрабатывались эти вещи, то многие пытались повторить вот его теорию, то есть брали стеклянную колбу, нагревали ее до кипятка, значит, били ее током, бросали туда соль, песок, там, и так далее, да. Когда занимались этим годами, ничего не происходило, никакие там, ну, отдаленно-отдаленно появлялись вещества, из которых, может быть, возникли аминокислоты, да. И вот ученые просто пришли к выводу, что ни в каких экспериментальных условиях не повторить первопытную землю 4,5 миллиарда лет назад. То есть для этого нужно 500 миллионов лет и огромное количество астероидов, которые падают с нереальной скоростью, вот, ну, мы не можем, да, соответственно, это, и вряд ли когда-нибудь сможем, да, хотя, Бог его знает. Ну, я, собственно, продолжу контраргументы по этому всему поводу, да, собственно, главное, что сказать, как бы, как мы знаем, да, то есть, как бы, криптовалют, то есть там планируется несколько этапов вообще, как бы, этого всего процесса. Мы сейчас с вами находимся на этапе эмиссии, но эмиссия криптовалют, она не безгранична, то есть пройдет какое-то определенное еще время, несколько лет, да, и эмиссия их всего остановится. То есть, и, грубо говоря, если мы сейчас привязываем, ну, и после этого, это, как бы, все равно, эта валюта будет иметь какую-то миновую стоимость. Если мы привязываем к тому ее, как бы, стоимость, к тому, сколько мы потратили электричеством на ее эмиссию, то как-то странно, почему, как бы, то есть, тогда что должна после этого, ну, то есть, как бы, процесс-то остановится. То есть, в какой-то момент биткоины перестанут производиться. Ну, пусть, собственно, вот эта вся инфраструктура, которая обслуживает их систему. То есть, тебе не кажется это контраргументом, что на криптовалюту можно смотреть? То есть, вот, трудовые стоимости. Так и просто не станут производить тогда. И все, то есть, не особо. И как это нет? Ну, подождите, если у него, как бы, цена, ну, value, просто, давай, чтобы не путать понятия. Если value привязано к электричеству требуемого произведения, то что будет после того, как эмиссия будет остановлена? Честно говоря, перестанут производить. То есть, в чем вопрос, я не особо. То есть, вопрос же в том, почему сейчас, почему сейчас получается производить те же самые биткоины, да? А если произойдет эмиссия, они перестанут производить и все. Что-то еще, то есть, в другую еще что-то, в другую криптовалюту начнут производить и биткоины. Нет, вопрос в том, что биткоины сами по себе запрограммированы, рано или поздно перестать производиться. То есть, они перестанут производиться никакой, которая сейчас работает постоянно. А биткоины, они специально супрограммированы, чтобы не было никогда инфляции. То есть, если сейчас мы можем рассматривать, что вот там нижнюю границу и, как бы сказать, меновой стоимости, как цена электричества, и то, как бы не факт, потому что, опять же, там рынком уже регулируется, то момент окончания эмиссии, вот они потеряют вот эту составляющую. Потому что они уже будут, как бы, произведены и все равно будут оставаться валюты. Поэтому, все-таки, я бы на валюту смотрел, все-таки, как на валюту, то есть, обеспеченную чем-то там, да, а не на как товар, услугу и так далее. А это приведет вообще, это приведет именно к прекращению производства биткоинов. Да, 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 совершенно обязательно запрограммировано и так, да. А другой вид криптовалют? То есть, они будут добавлять обмениваться. Я понимаю, как ответить на вопрос. Дело в том, что золото же, ведь, тоже может закончиться, не значит, что вложенный в него труд обесценится. Ну, так же и биткоин. Нет, хорошо, допустим, да. Можно тоже, если про криптовалюту заговорили, ну, понятно, что они имеют непосредственное отношение к теории странности, параллельные какие-то можно проводить. То есть, Маркс, когда рассуждает о деньгах в капитале, он под деньгами понимает, как правило, золото. Рассматривает именно деньги, обеспеченные золотом. То есть, бумажные деньги, как деньги он, насколько я понимаю, не рассматривает. То есть, это некий симулякор какой-то, но как бы деньгами они не являются. Если, то есть, в какой-то момент деньги, обеспеченные золотом, ну, то есть, золото не смогло удовлетворить всех потребностей человечества в деньгах, и, собственно, от золотого стандарта отказались. То есть, та же самая судьба ожидает криптовалюты, когда эмиссия прекратится, и когда криптовалюты не смогут обеспечить потребности в деньгах человечества, они потеряют смысл, и нужно будет искать новых эквивалентов. Все равно, нет, Маркс не рассматривает золото как единственную форму денег. Более того, как я уже сказал, Маркс мечтал о том, что золото, там, эквивалент стоимости, абсолютно эквивалент, как он говорит, случайен, да, то есть, по большому счету, это может быть все, что угодно в интерпретации Маркса. Вот, просто это некая символическая единица, то есть, мы можем с тобой договориться о том, что там, я не знаю, да, любой объект, любой предмет, вот, вот, берешь деньги, берешь в рот, мы можем договориться о том, что, вот, бесконечно продуцировать эту картинку, и она станет эквивалентом стоимости, да, и все люди будут ее обменивать, да, ее умерить, там сделаются вводные знаки на ней, да, будут проверять форму вот этого человечка, да, большое его живот или нет, это станет деньгами. Я хотел уточнить с бумажными деньгами. Бумажными деньгами. Насколько я помню, все-таки бумажные деньги он не рассматривает как деньги. А потому что на тот момент, естественно, все деньги обязательно гарантировались объемом золота, определенным, то есть, это, он, скажем, был консенсус всех европейских экономик, да, но по большому-то счету, естественно, они гарантировались объемом произведенных товаров, товаров и услуг, то есть, стоимость, да, вот, а можно было бы, не знаю, опять же, да, использовали серебро, медь, разнообразные металлы, драгоценные, полутрагоценные. Вы-то на бумажные деньги и сценили, в принципе, и так далее. Так нет, это понятно, но... Собственно, в том числе, как бы, почему он и пишет, что бумажные деньги, это не деньги, потому что, ну, да, это надо начаться. А, ну, в этом смысле. Это знак денег, это не деньги. Деньги должны обладать собственной стоимостью, как золото. А бумажные деньги они только обозначают. Ну, обозначать можно как-то лучше. И здесь даже ситуация с криптовалютами возникает. Да, нет, просто мы бы вывели, собственно, к чему, действительно, абсолютно правильно было добавлено, что представлено, что золото в мире кончилось, а им уже обеспечена, там, какая-то валюта или так далее. Вот кончилось оно. Если только оно кончилось и перестали добываться, уже, как бы, цены золота нельзя объяснять через трудовую стоимость, как мне кажется. Или, ну, я просто, собственно, в этом изначально был вопрос, почему я, ну, предположил, что я не согласен с всем, что криптовалюта может рассматриваться сквозь вот этот признак. А, ну, в этом смысле, да. В этом смысле, да. У меня такой вопрос, да, с вами, как бы, идея, да. Все-таки с чем связана проблема того, что, как бы, вот эти трудовая теория стоимости маркса, да, почему она не может быть проверена какими-то, там, не знаю, математическими расчетами, да. Ну, критически можно, если это рабочее время, да, как бы можно посчитать средне необходимое рабочее время, там, на производстве картошки, да, или его затемно сравнить, там, с реальными рыбочными ценами, да, это все чисто. Это все, да? Нет, дело не в том, что нельзя, можно посчитать, да, но это, мы говорим о вещах, которые в реальности не существуют, то есть нету вот этого среднего рабочего, который тратит вот в эмпирической действительности, да, его нет, да, который тратит среднее время, да, это абстрактное время, абстрактное необходимое количество труда. Вот в реальности таких людей не существует, средних людей, которые тратят среднее время. Это, ну, просто сказать, это, да, просто абстракция, да, это... Нет, нет, не так все, наверное, есть, которые больше делают, есть, которые меньше, а в среднем, вот это как раз абстракция посредине. В Ярвале в реальности существуют эти самые средние люди. Я говорю о представлении всех людей. Люди считают, что столько это стоит, понимаешь? Вот это представление и есть среднее. А там они могут что угодно делать. Скажем, что картошка стоит, скажем, мурубней. И вдруг объявят, что картошки больше не будут. Она постоянно больше стоит. Что у нее стоимость? Труд изменится с картою. Нет, изменились разные факторы. Например, покупательная способность денег. Ситуация, опять же, на денежно-валютном рынке и так далее. Многие факторы будут меняться. Но все равно картошка будет стоить в н раз дешевле золота. Потому что для производства картошки требуется в н раз меньше усилий. Не всегда. Нет, в нашем городе это было проверено. Блокадного Ленинграда. Когда картошку били на золото. Отличная демонстрация. Отличная демонстрация этого теории стоимости. В блокадном Ленинграде для того, чтобы добыть картошку, надо было тут принять гораздо больше усилий, чем добыть золото. Намного. Надо было по Ладожскому озеру, под бомбами, ракетами провести мешок картошки. А золото в армитаж пошел и взял. По-моему, это замечательно подтверждает. И цен. И цен. Это не в производстве вообще-то. А что это? Ну как что? Некое перераспределение. Не. Секунду, секунду. А золото или сахар, даже твоей картошки из того места, где ее реально там вырастет. Вот ты, как в Руслан и Юсифовщину, почему-то, как все такие олдовые питерские марксисты, почему-то схватываешь со временем. Извини. То есть, когда происходит транспортировка, перемещение, контейнирование, там у Маркса все это описано. Это часть производственного процесса. То есть, одной стоимостью обладает картошка, которая в чистом поле лежит. И другой стоимостью обладает картошка в кулечке, которая лежит на полке в магазине. Которую привезли, почистили, поставили, да, и консультант бегает для того, чтобы показать. Вот ваша картошка, купите ее. Да? Не с точки зрения капиталиста, да, инвестированного. Нет, это такое понятие на грани-то или нет. Потому что, короче говоря, через общественно необходимое время такую ситуацию я бы, честно говоря, не интерпретировала. Скорее, действительно, грубо говоря, через спрос и предложение. То есть, грубо говоря, когда голод, то спрос резко растет. То есть, это цена относится к распространению. А, вот еще. Это как цена выражения стоимости, правильно? Да. Нет, ну тут рыночная теория, она тоже объясняет, в общем-то, как бы это, и тоже вполне логично. Какая рыночная теория? Когда, то есть, золото не представляет ценности, когда люди умирают от голода. И для них, вот, как бы, рынок расставляет приоритеты так, что картошка гораздо ценнее, чем золото. Так, они умирают от голода почему? Они же не просто так решили от голода умирать. Вот ситуация блокадного Ленинграда, это ситуация, когда, вот, для того, чтобы дать людям хлеб, да, нужно применить, там, для того, чтобы дать людям золото, ну, нужно применить энусиль. Для того, чтобы дать людям хлеб, нужно применить тысячу энусиль. Это очень сложно, да. И, соответственно, люди голодают не потому, что им так захотелось, да, и вот теперь они, ну-ка, что-то, не поголодать ли мне, да, да, чёрт твоей матери мне, зачем мне это золото, хлеб мне нужен, да. А в совершенно конкретных условиях, когда происходит оккупация, да, части страны, на город падают бомбы, ракеты и так далее, да, и вообще обеспечить продовольствием это колоссальная экономическая задача. Это очень-очень трудная, для которой надо использовать войска, там, не знаю, всех рабочих, там, и половин, и всю экономику северо-западного региона надо вовлекать для того, чтобы привезти хлеб в блокадный Ленинград. По-моему, это как раз вполне такая очередная штука. Так, Иван, да. Ну, вот, видимо, кстати, просто я знаю, просто встречал такой упрек, как Ивана, с Маркса, да, то есть это в том, что вот, как и Маркс в своих вот этих рассуждениях в Капитале, да, не учитывает поднятия нехватки, как-то, да, есть там более позднее время, да, но она направит, что она работает, ну, как, ну, да, что это одна из слабых ситуаций. Так, а нехватка, она, как бы, представление о нехватке, думаю, это одна из реминесценций товарного фишизма, то есть когда мы пытаемся вменить объекту то, что на самом деле содержится в человеческих отношениях. То есть как будто бы это вот самого объекта в ногах, вот он сам по себе обладает какими-то свойствами, да, а на самом деле это свойства людей, которым сложно его добыть, надо применять. Это редкий объект, и надо применить очень много усилий для того, чтобы его найти. Либо это грязь, которая лежит под ногами, и, соответственно, она везде, либо это воздух, которым мы дышим, и он вообще не имеет миновой стоимости. Вот, то есть, опять же, все самое главное происходит в отношениях между людьми, а сами вещи, они нейтральны. Вот Мейсон, например, пишет про эксперимент в Техасе, когда Техас был независимой республикой, они вели фиатные деньги на какое-то время. Фиатные? Фиатные. Ну, то есть, вот как современные кондукциарные деньги. Ага, да, да. Не обеспеченные деньги. И через какое-то время эта система ухнула у них, ну, и была в листах там, что было. Вот не рассматривают ли Марсовича вот этот случай? Нет, в капитале нет, честно говоря. Так он же, нет, он говорит, когда говорит о бумажных деньгах, он, в принципе, имеет в виду всевозможные, там, вот эти симулякры денег. Ну, ну, ну. Он пишет о том, что деньгами-то они не являются, потому что за ними ничего не стоит. И, опять же, вот, когда он рассуждает о золоте, что почему золото приняло такую форму, потому что это удобно, оно не портится, его удобно транспортировать, склабировать, хранить. И серебро точно так же. Ну, да, но серебро не настолько редкое, как золото. Ну, вот появляются какие-то дополнительные факторы, с помощью которых надо или можно объяснить, почему именно золото? Ну, если говорить о... Железные деньги. Железные, да, там, какие угодно. Специальные, просто. Можно всё, что угодно, да. А металлические деньги стали очень-очень поздно появляться в Европе, до этого глиняных горошек были. Я думаю, что всё-таки идёт противопоставление именно золота и бумажных денег. Не, как бы, золотых денег и серебряных денег. А именно он золото противопоставляет бумажным деньгам, потому что с бумажными деньгами не стоит ничего. Ну, мне кажется, это стоит, конечно, отдельной дискуссии роль золота, поскольку вообще это один из таких самых непростых разделов про деньги и капитали. Но, на мой взгляд, всё-таки маркс противопоставляет стоимость и форму, эквивалент стоимости, да, и в этом смысле безразлично, какие потребительные тела использовать для того, чтобы совершать вот эти вот товарно-меновые операции. Хоть золото, хоть не золото, хоть что-то ещё. Я вот задам много, не знаю, очень наивный вопрос, как бы, да. Ну, сейчас, насколько я понимаю, золотой стандарт не существует фактически, да. А что сейчас, как бы, обеспечивает стоимость? Какая-то часть в Москве или что-то? Нефть. Да, конечно, это всё по Марксу, то есть это, собственно, национальная экономика, это, ну, конечно, тот объём товаров и услуг. То есть сейчас мы можем наблюдать этот процесс, собственно, да. Сейчас нефть. Потому что было сделано так. Американцы отказались от золотого стандарта, но поехали в Санудовскую Аравию и договорились, что они свою нефть будут продавать только за американские доллары. Да, но то, что важно, тут ведь нет гарантии обмена доллара, допустим, на какое-то количество нефти, как будто было, допустим, золото раньше. Что-то нефтяного стандарта всё-таки говорить, наверное, нельзя. Нет, конечно. Да, конечно, они, конечно, откачаются всю дорогу. Просто доллар в основном застой лежит нефть. Да, возможно, но в смысле это нельзя, насколько это стандартный. Смотрите, сейчас существуют сырьевые индексы, которые могут, там, абстрактное количество, ну, то есть абстрактное количество, там, сырья разного, ну, то есть, там, сложили и золото, там, и нефти, и газа, и прочего, выразить в долларах. То есть, можно как-то проверки какие-то провести с помощью этих сырьевых индексов. Просто чем-то будет была суть стандарта. То есть, если, допустим, у меня есть один доллар, я могу гарантированно обменять его на определенное количество золота. То есть, там, независимо от котировок и чего-либо еще. То есть, сегодня этого нет. Ну, да, все-таки далеко до того, чтобы нефть выступала таким эквивалентом. Вот, а еще, я просто не очень понял, в чем вопрос. То есть, параллели с чем? Параллели с чего? У меня уточнение было. А, уточнение? Ну, можно ли в современном мире как-то выразить стоимость? Ну, да. То есть, с деньгами, ну, вот, как пример, например, золота мало, но сырья-то, в общем-то, достаточно много. Можно выразить в железе точно так же еще в чем-то. Ну, пожалуйста, в Америке, в США существует индекс макбургера, в Украине существует индекс борща. Можно наварить борща очень много, да, и... Ну, это все-таки такие далекие, очень странные, чем образование. Кротестные, да. Потому что даже не работают. Значит, ты мне сегодня, вот, ты обозначил, что, ну, некоторые теории по-разному объясняют. Значит, ну, предмет нашего разговора – теория предельной полезности. Какие-нибудь еще, может быть, существуют, там, труды теории или так далее, которые так или иначе берутся объяснить, как бы, в Элию? Да, тут очень трудно сказать. Еще какие-нибудь альтернативные, может, там, дополняющие или так далее? Существует еще популярная, помимо теории предельной полезности, существует теория издержек. То есть, это что-то среднее между трудовой теорией стоимости и теорией предельной полезности. То есть, вот, конкретный субъект, вот, сказать, сколько своих усилий тратит, да, собственно, этим определяется стоимость. То есть, здесь главное отличие от трудовой теории стоимости в том, что Маркс говорит о количестве времени. Вот, среднее время именно, да, а теория издержек от времени отвлекается. То есть, время – это не тот, значит, момент, с помощью которого можно интерпретировать вот это вот количество усилий. Ну, да, там, соответственно, в тех же деньгах, конечно, в счете, да, поэтому марксисты критикуют теорию издержек за то, что она себя кусает за хвост. То есть, все равно, да, мы приходим к тому, что есть какое-то количество денег, которое тратится на то, чтобы произвести услугу N или товар N. Да, а что такое деньги тогда, откуда они берутся и так далее. А, вот, нужен вопрос. Просто я часто не сталкиваюсь. Вот, ремонтники на заводе, например, я сталкивался с людьми, они говорят, что считаются рабочими люди только те, которые производят там, непосредственно товар. А вот ремонтники, они товар не производят, получается, что они, как бы, вроде ни при чем. Рабочие, что делают? Нет, но есть рабочие основные, которые стоят, условно говоря, на конвейере и производят товар, ну, машину бы сказать. А есть ремонтники. Словно говоря, пока конвейер работает, они спокойно сидят и не знают, что там делать, газету читают. А когда сломаются, начнут ремонтировать этот конвейер? Я могу сказать, что я ремонтник, я не скажу, что я очень сильно сижу на месте. Потому что постоянно что-то нужно иметь. Нет, ну, понятно. Ну, разные ситуации бывают. Ну, просто у меня есть дорога. Ремонтники, уборщики, весь обслуживающий персонал. Без этих людей невозможно производство. И стоимость их рабочей силы учитывается при капиталистном производстве. То есть, если не ремонтировать конвейер, то он работать не будет. И все равно надо вкладывать деньги. То есть, грубо говоря, надо поставить себя на место капиталиста, чтобы понять, как функционирует капитализм. Если церковь, которая ведет производство, не будет подметаться, то постепенно большое количество мусора накопится и производство станет. Я тебе объясню. Дело в том, что как раз капиталисты, которые управляют, безусловно, управляющими, все время столкнулись, они сидят и спрашивают, а что ты делаешь? Сусловно говоря, я электрик. Они подходят ко мне, вот я сижу и спрашиваю, а что ты делаешь? Я говорю, это не я делаю, вон ваше здание работает, работает. Давайте свет выключим и все равно не будет работать. Но им все время кажется, что я ничего не делаю. Профсоюз у вас есть, например? Профсоюз, какое-то предприятие. Просто везде, вот и на русском местах доходят. Вот так, к вашему сожалению. А вот и у высшего. У меня реплика, не надо разделять то, что делает, допустим, промышленный политориад и люди, условно, белые воротники. Потому что они, вторые, производят услуги. А услуга – это потребляемый товар. То есть и те, и те производят товаропотребление. Только одни в физической форме, а другие – потребляемые. Но они все физические. Но мы об этом ж… Была у меня ремарка. То есть был пассаж, но это, словно, да. Я хотел Евгению панировать, если мы разделяем, как у Маркса идет разделение на постоянный и переменный капитал, и постоянный капитал, он амортизируется. То есть, как бы, часть этого постоянного капитала, она заложена в цене товара, и он изнашивается. Если, ну, то есть понятно, что вот этот вот, этот износ нужно как-то компенсировать. И в данном случае можно говорить о том, что вот эти ремонтники, это, собственно, их зарплата – это часть переменного капитала, которая идет на восстановление, ну, то есть на восстановление ресурсов постоянного капитала. Постоянно это стоимость оборудования, сырья и так далее, и так далее. Таким образом, как бы, они являются точно такой же рабочей силой, которая участвует как переменный капитал, цена образования. Нет, ну я… Ты мне зачем объясняешь? Так нет, я вот в терминах Маркса просто… Понятно, я так понимаю. Просто вот интересные шаги. Ну, тоже там, конечно, можно много там придумать всяких парадоксальных примеров, да. Меня вот интересует, как простой труд, да, и, как бы, сложный труд, можно ли, как бы, там, не знаю, сложный труд разложить, как бы, на простое, общественное, необходимое рабочее время, как бы, я не знаю. Картина, там, не знаю, полока, да, там, не знаю, там, пятно краски, который там художник выклеснул на холст, да, так активно может, там, стоить миллионы, да, всех разных обстоятельств, но они не связаны, очевидно, с усилиями, которые закатил художник или где-то. Да, это самое… вот это пятно на стене, это самое главное вообще, на мой взгляд, на мой взгляд, проблема с теорией трудовой стоимости. Ну, похоже, что эта проблема касается больше разницы между ценой и стоимостью, да, то есть, собственно, опять же, да, то при желании можно все, что угодно продать за какие угодно деньги, да, и, соответственно, это может быть пятно на стене, или у писателя Гарри Гаррисона был замечательный рассказ про то, как в Америку на ранчо прилетели пришельцы из космоса и стали приобретать корольные лепешки, и вся американская экономика приоритировалась на производство корольных лепешек, а потом они внезапно перестали их покупать и улетели. Вот поняли, что это просто фекалии. Собственно, Владимир, я подержу, да, то есть, мы обсудили вот как раз до своего очередного перехода. Совершенно верно, теория, она рассматривает именно вейлю, а то, что мы называем прайс ценой, да, она не рассматривает. А в других вариантах, как бы-то разные вещи, от этого полагается только вейлю. И поэтому только его рассматривается, это после многих. В рамках теории объяснение цене картины, искать не надо. Да, и соответственно, можно даже, существуют в рынке, да, вот таких вот пятен, да, и каких-то артефактов, да, и эти цены могут быть напрямую не связаны со стоимостью созданных объектов. Ну, опять же, это будут, скорее всего, уникальные артефакты типа, ну, я не знаю, черных квадратов, Иисуса Юра Христов в колбах с мочой и тому подобных вещей. Вот еще вопросы. Я не знаю, в основном, что-то проектие на этот пример, но мне уже приводили, что, к примеру, ники иметь, по большому счету, по затратам на производство стоят, в общем-то, одинаково. Но проблема заключается в том, что они более, там, высоко котируются, то есть они имеют больше спрос на несчастье, на мете. В то же время, ну, не так много, собственно, просто месторождений, мекеля, что не позволяет продлить вот достаточно количества. То есть, вот, как это рассказать. Как вот соотносит трудовая теория стоимость именно с дефицитом пчелов? Уже, как бы, не труда, потому что, понятно, что не сложно привести, допустим, аналитический счет рабочих. А вот именно с дефицитом, допустим, сырья. О-о-о, Фрази, а ты был когда обсуждали блокадный Ленинград? Да-да-да, так был ответ на этот вопрос. То есть, стоимость, вот, цена разработки. То есть, сложно это будет, цена разработки. То есть, нужно ехать куда-то на Урал, да, ну, или куда там ехать нужно, да, то есть там, как бы, соответственно, вот это делать. А это тоже, как бы, время людей, вот это, там, товары, уходящие на это. Тут то же самое, как с мешком картошки. Вот это вот цена, ну, дополнительной разработки месторождения. То есть, грубо говоря, в блокадном Ленинграде буханка хлеба будет дороже стоить, чем золотой канделяпор, да. То есть, достать, произвести, да, так или иначе доставить буханку хлеба, ну, гораздо более трудоемкий процесс, чем взять кусок золота. Это у меня такой вопрос. Можем ли мы рассматривать, вот, когда мы говорим о стоимости человека, мы можем одновременно рассматривать и с точки зрения теории стоимости, и с точки зрения предельной полезности. Либо мы, как бы, либо в той, либо в другой теории. Ну, то есть, можем ли мы одновременно как-то анализировать с точки зрения двух теорий, либо мы можем только по отдельности их рассматривать? Нет, дело в том, что вот с предельной полезностью хитрый момент, потому что, безусловно, если человек сам для себя идентифицирует какой-то объект как полезный, то он готов за него платить деньги. Вот, но стоимость, да, опять же, как, ну, неоднократно уже говорилось, это другое понятие, да, и, конечно, человек при желании, да, при своем и при возможности будет платить там любые деньги за объект, который ему нужен, да, который вот лично он, да, вот конкретно индивидуальный субъект читает цены, да. Вот, но это совершенно не исключает трудовую теорию стоимости, никак ее не отрицает, и, в принципе, это параллельное такое, параллельное бытие, да, в отношении к трудовой теории стоимости. Это больше похоже на потребительную, объяснили потребительную стоимость, потому что человек, кто то или иная вещь оценивает, он ее готов купить, но от этого цена продукта не уменьшится, если мы на ценнике, если мы перестанем, ну, если мы не будем что-то хотеть, если я не хочу там одну сетратку, а хочу другую, цена той, которой я не хочу, не уменьшится от этого. Ну да. Сложный вопрос. Человек, который продает тетрадку, ему нужно продать, если никто не захочет покупать, так или иначе ему как раз продавать дешево? Конечно, лучше заработать хоть что-то, чем не заработать ничего. Да, так что и магазины, предположим, ритейл будут продавать там гречку, да, или, не знаю, свинину или тетрадки, да, ниже их стоимости, ниже рыночной цены, да, либо чтобы заработать, чтобы бизнес, да, бизнес-структуры заработали хотя бы что-то, да. Ну, большую часть времени, как, собственно, писал Ленин, да, величина стоимости будет тем центром, да, вокруг которого будут такие статистические точки располагаться, то есть конкретные ценовые показатели, да. Что где-то больше, где-то меньше, где-то намного больше, где-то намного меньше, ну, примерно организованы вокруг этого центра. То есть тетрадку можно, конечно, за тысячу долларов продать, да, вот, если это, там, я не знаю, тетрадка, там, не знаю, там, вашей, там, любимой мамы или как-то еще, вот, и вот человеку эта тетрадка как-то особенно дорогая, вот, ну, за тысячу долларов заплатят. Ну, вообще-то она будет стоить, сколько сейчас стоит, я не знаю, сто рублей, вот, и примерно с, это, это же величина стоимости плюс-минус будет транслироваться в разных экономиках, в разных ситуациях. Ну, у нас тут уже будем закругляться, чтобы остался небольшой перерыв, наверное, такой последний вопрос на сегодня. Собственно, изначально твой доклад, как бы, назывался «Актуальность, как бы, теории в наши дни», и вот, собственно, про это хотелось бы услышать, потому что я что-то мало услышал. То есть, какой вывод, мы вот это признаем, мы это все читаем, мы, как бы, это разделяем, да, то есть, ну, какой вот вывод нам в наше конкретное время мы должны сделать, то есть, как бы, какое-то руководство, может, к действию, или как, ну, вот, про актуальность, да, то есть, про которую, собственно, изначально и планировался доклад. Вот если мы это все признаем, а мы это признаем, что… То есть, не совсем, видимо, понял, да, доклад он планировался все-таки про новую жизнь, про то, что сегодня мы можем говорить об этих вещах точно так же, как в XIX веке. Я, в принципе, постоянно эту мысль повторяю, поскольку есть идея странная, идея того, что вот то, что было там сто лет назад, это очень плохо, да, вот я имею в виду философию, экономику и так далее. А дальше люди становятся все умнее, умнее и умнее, да, и продуцируют какие-то офигенные идеи, да, вот раньше жили только дураки. Вот Маркс был дурак только потому, потому что он жил в XIX веке. Вот, собственно, моя задача состояла в том, чтобы демонстрировать, что это, безусловно, не так, да, но, конечно, я бы хотел еще раз вернуться к кризисам, да, экономики, которая, с которыми сталкивается капитализм постоянно, да, и в какой-то же момент действительно была иллюзия, что экономика, возможно, в виде какого-то печатного такого денежного станка, когда можно кредитовать сколько угодно и кого угодно, да. Вот кризис 2008 года – это такое знаменательное событие, когда люди совершенно даже правых и очень далеких, крайне далеких от марксизма взглядов пришли к противоположным выводам, что экономика должна функционировать в виде реального сектора, да. В частности, это нанесло мощнейшую ударку позициям постиндустриализма, да, то есть, таких околоневолиберальных теорий, которые вносит, что промышленность и инфраструктурная деятельность, да, теперь не актуальны, и можно производить идей, да, можно рисовать, делать картинки, да, например, у себя на новом блоке. Это новый вид экономической деятельности, который создаст стабильную и процветающую экономику. Вот чем глубже в лес, тем толще партизаны, да, чем дальше так называемый поздний капитализм развивается, тем очевиднее становится, что эти идеи далеки от действительности, и в каком-то новом виде, да, или в каком-то усложненном виде приходится возвращаться к этим теориям, да, в том числе и к марксовой теории. Ну все, давайте еще там розы какие-то такие, на позор. Я бы сказал, вот что, что все-таки, с чисто эмпирической точки зрения, там, действительно, с проверкой трудовой теории стоимости есть сложности. Вот почему она все-таки модель некую предполагает, и в этой модели есть две, по крайней мере, составляющие. Это должна предполагаться, с одной стороны, достаточно устойчиво функционирующая к хозяйственной системе экономическую. Поэтому блокад на Тренинграде действительно пример такой периферийный, потому что это не устойчиво функционирующая к хозяйственной системе. А с другой стороны, внутренне достаточно однородную, чтобы все эти оценки общественной необходимости можно было делать, так сказать, по одним и тем же критериям. Поэтому, например, если мы берем мировую экономику в целом, она же, на самом деле, глобализированная мировая, то считать, какие там затраты труда общественно необходимы, при условии диких политических, то есть вообще внеэкономических, собственно говоря, ограничений, барьеров, неоднородностей, которые во всем хозяйстве мировом существуют, это непонятно, как это реально делать. А это же, на самом деле, не только явление на уровне всего мира существующего, потому что и страны внутри себя неоднородны, особенно, кстати, вот когда, скажем, страна быстрозволяющаяся, там, Китайская, там, дикая неоднородность именно изнутри. И я бы, на самом деле, вот что хотел бы подчеркнуть, что, на мой взгляд, он, наверное, идеалистический, тут главный смысл трудовой теории стоимости в марксизме и, собственно, я считаю, что она ценна, это всё-таки некое антропологическое содержание, антропологическое составляющее, то есть подчеркивание некой фундаментальной важности вот той стороны существования и деятельности человека, которая называется трудом и которая, собственно, и функционирует там в качестве основы, то есть человек в некоторых отношениях с природой и друг в другом состоит, так сказать, вот, которые описываются вот как, так сказать, труд, который, ну, в максимальной абстракции может быть вот так модельным, количественно измеренным. Насколько эта модельная, так сказать, личная характеристика может быть применена в физической реальности, ну, вопрос сложный. И вот что хотелось бы здесь подчеркнуть, что это не гетонистическая характеристика, она вот, наиболее, элементальная, как бы для всего, для мироздания, потому что, если мы относимся к этому делу гетонистически, то что получится тогда? Тогда труд, ну, можно его, в принципе, изучитывать за аттракцию нового времени, как некому составляющему отрицательного удовольствия, которое человек, значит, как-то должен учитывать. И тогда мы фактически интегрируем все это в представление, ну, вот, типа, предельной полезности. Ну, мы просто еще учитываем, что вот человек еще некую, так сказать, отрицательную, как говорится, отрицательную полезность, как-то должен учитывать, что ему работать, так сказать, надо. Вот. Ну, понятно, что в марксизме подход в этом смысле другой. Но насчет вот количественного учета, тут как раз есть сложность. И еще же какая сложность, ведь не только это же чистое время, там уже еще интенсивность труда надо учитывать, как бы, уже. Да, так, интенсивность труда, то есть, например, когда Марс говорит о производстве относительной прибавочной стоимости, это в конечном счете ее можно развернуть до абсолютной. То есть интенсивность труда, это в конечном счете то же самое время. Ну, теоретически можно, практически как вы будете отличаться? А, фактически, да, 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 да. Потому же это самое, когда стали разрабатывать, пытаться разрабатывать продолжение трудовой теории искоримости с учетом всяких там энергетических затрат и так далее, то это получались, ну, теории такие, как бы, тоже еще более малопрактичные, скажем так. Ну, вот, я вот хотел бы это подчеркнуть, что вот главное тут все-таки смысл той, что вот есть некая, ну, что называется, повинность просто состоянию человека в мире, вот, так сказать, трудиться, которая там, которая там может еще дополнительно как-то преодолена, это другое, снято там, это другой вопрос, но в основе-то она все равно будет находиться, пока она существует. Ну, вот это некое ее, как бы, выражение именно в экономической теории. Да, я считаю, это было очень хорошее дополнение, действительно, это нужно было сказать, вот именно, действительно, чтобы оставить некоторые, как бы, пути дальше думать, ну, по итогам, потому что мы же все будем думать после этой лекции о чем-то, да? Ну, да. Замечательное дополнение, спасибо. Ну, если нет вопросов, все, спасибо. Спасибо. Спасибо.